Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем шить льняные брюки. Мы их сегодня раскроим и сошьем от начала до конца, полностью рассмотрим всю обработку. Сами брюки здесь свободного кроя, к низу они заужены, а так они вот здесь вот абсолютно свободные, широкие. Я их буду шить по типу спортивных брюк, то есть это лен, но вот если на них посмотреть, это можно сказать, что это повторение спортивных брюк. Очень удачный крой таких брюк, удачная посадка. Кстати, шью я ее по выкройке основе, которая есть на канале, ссылочку вам обязательно оставим в описании. В конце видео вы увидите полностью окончательную работу, там где я показываю и пояс, там где я показываю. Все, ну как бы процесс пошива и в конце конечный результат. Брюки очень комфортные, удобные, еще раз повторюсь, что это лен, летом будет отлично, в них будет не жарко. Можно их носить с футболочкой, можно их носить с маечкой, можно одевать под высокий каблук, можно одевать балетки, можно кеды. Также к этим брючкам я уже начала пошив, а следом завтра выйдет уже ролик. Вот такой вот комплект. Это будет платье кафтан с разрезами, здесь хорошее идет сочетание тканей. Поэтому я думаю, что вам будет интересно увидеть и этот комплект. Футболочка, которая на мне, тоже была у нас на канале, мы тоже ее моделировали, сшили, делали вот такие интересные рукава. Ссылочку на эту футболочку также оставим вам в описании. Расход ткани на такие брючки будет метр сорок, полтора метра, при ширине также полтора метра, метр сорок. В зависимости от того, какой у вас размер и как у вас раскладывается. Если у вас размер, допустим, до 50, скажем так, шестого, то у вас вполне все выкладывается. Если размер больше, значит нужно брать расход ткани тоже немножко больше, сантиметров на 20, на 30. Начинаем моделировать, берем свою выкройку основу и сейчас я начну с передней части, с передней половинки. Вот выкройку основу я раскладываю на кальку, вы можете разложить на другую бумагу, либо сразу на ткани, делать все это на ткани. Итак, по стульку по верхней части у нас будет идти пришитый поясок и поясок этот будет на резиночке, поэтому наша задача, чтобы мы вошли именно в линию талии. Здесь нам нужно соблюсти такое правило, верхняя часть по линии талии не должна быть меньше, чем обхват бедер, потому что мы одеваем через бедра. Итак, берем линейку и по линейке мы можем работать. Вот у нас линия бедра проходит, значит нам нужно повторить то же самое. Смотрите, я что сейчас буду делать, вот я беру вот здесь, вот у меня уходила наискосок, я чуть-чуть, то есть вот на выкройке основе, сантиметр где-то вот так вот добавляю, то есть более такую спрямленную деталь, потом вниз я все это проведу. Вытачки, которые имеются у нас при построении, мы ее вообще не будем брать в учет, то есть вот так вот я провожу и осталось мне теперь спрямить именно боковую линию. Вот линии бедра, смотрите, вот у меня идет линия бедра. Я поднимаю вверх, вот так вот прямую линию, а дальше у меня идет, ну чуть-чуть вот здесь я сделаю меньше, вот так вот я имею ввиду, у меня идет само такое как бы более приталенная часть, да вот по бедру приталенная, поэтому вот таким вот образом дальше я обведу, тут даю буквально один сантиметр свободку, а по линии низа я на сантиметр потом вот так вот именно хочу заузить и точно так же по спинке делаю. Ну, нам надо разобраться, главное, с верхней частью. Теперь убираю переднюю часть и промеряю количество сантиметров. Вот это все потом я обведу и без вас, нам главное вот это. Я получаю здесь 31 сантиметр. Значит, уже у меня есть 62. Значит, мне еще нужно, чтобы вошли бедра, учесть недостающее количество сантиметров. Теперь я хочу построить здесь карманчик. Для построения кармана, вход в карман, я возьму вот так, 6,5-7 сантиметров. Пишу вот так вот, ну давайте, 6,5. Вниз опущусь сантиметров на 16 и проведу такую вот скругленную линию. Вот я получила вход в карман. То есть вот этой детали у меня уже она не нужна. Если я возьму сейчас, допустим, другого цвета маркер, то прорисую именно мешковинку. Не нашла быстро маркер, поэтому продолжаю. Итак, смотрите. Вот 6,5 сантиметров мы с вами отступили. И вот у нас уже идет вход в карман. Далее отступаем. И еще, ну давайте, я не знаю, там сантиметров 9. 9-10 сантиметров. В зависимости от размера. Я беру вот здесь вот 9 сантиметров. Вниз от самой высшей точки я опущусь вот так вот сантиметров на 26. И прорисую карманчик. При этом вот здесь вот я буду брать немножко как бы на расширение. То есть у меня не вот такой он пойдет. А вот здесь вот мы расширим. И здесь можно взять сантиметров вот так вот 17-18. Потому что сам карман вон вот так вот у нас пойдет. Вот так вот и вот так. То есть вот таким вот образом. Вот мы с вами прорисовали мешковинку. И получается вот сам бачок. Если мы возьмем одну, вырежем вот так вот. Вот эту деталь. Это идет сам бачок, который будет вставляться. Если мы сам бачок убираем, вот у нас деталь мешковинки кармана. Ну это все я вам покажу. Теперь поработаем с задней половиночкой. Я ее выкладываю наоборот. Так чтобы и вам было видно, и мне было удобно. Вот так вот выкладываю. Вам не видно. Сейчас передвину. Здесь проделываем все то же самое. То есть вот смотрите. У нас идет линия сидения. И вот бачок. По бачку мы тоже проводим вот так вот прямую линию. Вот так вот я ее сейчас проведу. Такую спрямленную. Вот у нас идет линия талии. И вот у нас где заканчивается. Вот теперь мы должны с вами посчитать, что получилось. 62 сантиметра у меня ушло уже по линии талии спереди. Значит я беру свои обхват бедер. 115 минус 62. Получаю 53 сантиметра. 53 я делю на 2, потому что у меня здесь половинка. Разделить на 2. Получается 26 и 5. Это тот минимум, который у меня должен быть. Ну должен быть какой-то еще и запасик, чтобы мы легко одевали. Вот смотрите. У меня здесь получается вообще 30 сантиметров. Отнимаю минус 30. Вот я получаю 3,5 сантиметра запаса. То есть брючки у меня будут одеваться хорошо. Точно так же здесь обвожу все линии. И по низу, именно только вот сюда, вот по низу, на 1 сантиметр, я буду именно зауживать. А здесь я выйду вот так вот. Можно не зауживать. Кто как хочет, пожалуйста. И я посмотрю еще вот здесь. Смотрите, я делаю так чуть-чуть, как бы да, увеличиваю свободку, как и по переду делала. Но не знаю. Возможно, когда я сделаю примерку, мне захочется вот здесь вот более заузить. Ну, то есть, возможно, вот здесь я потом сделаю как-то их вот так вот. Но это уже покажет нам примерка. Как видите, никаких выточек у нас нет. Теперь нам нужно сделать поясок. Поясок я буду выкраивать 4 сантиметра. Где-то он у меня будет в готовом виде. Значит, 8 сантиметров я беру, потому что он будет складываться вдвое. Вот так вот, 8 сантиметров. Теперь измеряю линию талии. Еще раз измеряю. Здесь у меня 30,5. Ну, давайте посчитаю уже, измерю точно. 30,5. Так, измерим так. 62. Это 31 сантиметр. Плюс 35. Получается, 61 сантиметр. Мне нужно взять вот такой вот поясок. То есть, вот я сейчас его здесь вот построю. Так, вот здесь вот у меня 50. Ну, вот так вот он у меня как раз сюда вот выходит. Я потом добавлю этот 1 сантиметр. 8 сантиметров беру. И все. И теперь вот у нас получился вот такой вот поясок. Сейчас я чуть-чуть сдвину, чтобы вам тоже было лучше видно. Вот получился у меня поясок. Возможно, я сделаю вот здесь где-то люверсы. Поставлю. Ну, у меня вот серединка, да, идет. То есть, он у меня будет сложен вдвое. Либо с той, либо с той стороны, как он получится. И тогда можно будет ставить шнурок. Можно просто сделать резинки. Все. Теперь вырезаю вот эту вот часть. Сами мешковинки, да. То есть, вот так вот я бачок вырежу. И вот эти сами мешковинки вырежу еще из бумаги. Выкройку раскладываем теперь на ткань. Вот, смотрите, я вырезала отдельно мешковинки. Раскладываем на ткань. Соблюдаем обязательно направление долевой нити. То есть, вот здесь, вот там, где мы с вами соблюдаем направление долевой нити. Это обязательное условие при построении. Когда мы строили с вами выкройку основу, то направление долевой нити шло у нас как бы по середине. Вот так вот, да. Где идет середина колена, где идет середина низа. То есть, вот это вот и есть направление долевой нити. Раскладывать так, как нам удобно, вот так вот или вот так, это будет неправильно. Брючки будут перекошены. У меня лен такой хорошо стрейчевый. Вот показываю вам, что он прекрасно и хорошо тянется, вообще замечательно. Поэтому правильно раскладываем, делаем припуски на швы и вырезаем все детали по две штучки. Два задних полотничья, два передних, мешковинку, боковушку, все выкраиваем. Мешковинки раскроила, раскроила я пояс по поперечной, то есть по ширине ткани, там где у нас ткань тянется. Это предлагаю всем так делать, для того, чтобы была удобная посадка и одевать тогда проще, потому что доливая, ну как бы вообще не тянется и могут возникнуть сложности. Теперь можем начинать пошив, и пошив начинаем с передней части, но для начала Просмотрим, нам нужно сделать ВТО брючек. Сейчас я их и проутюжу хорошенечко. Значит, смотрите, вот у нас идет, мы берем шаговые вперед и спиночка. Вот я прикладываю и сразу обращаю ваше внимание, смотрите, видите, вперед получается длиннее. Это нормально, это правильно. Нам нужно будет вот здесь, вот по заднему полотничью, вот по задней половинке, вот здесь вот вытянуть. То есть мы утюжком вот эту вот часть, вот начинаем вот отсюда, чуть-чуть вот так вот ее как бы вытягиваем и потом вот такими вот движениями утюжком ведем. Вот представьте, что моя ладошка это утюжок, то есть мы вытянули и вот так вот все это с утюжили, чтобы у нас вот здесь гармошки не собиралось. Также линия вот там, где мы садимся, чтобы не было потом у нас с вами проблем при посадке, допустим, зашли в транспорт, сели и вот здесь вот все попоролось. Тоже не должно быть, то есть вот здесь вот я тоже вот эту часть чуть-чуть вытягиваю, то есть беру утюг, вот так вот подтягиваю и утюжу, подтягиваю и утюжу. После того, как я протянула и вытянула именно вот этот шов, вот здесь вот такая гармошка получается, тоже мы берем утюг и утюжком, вот представьте, что я утюжком и вот так вот прошлись. Это то, что нужно сделать обязательно. Ну и я немножечко еще подтяну вот здесь вот и вот здесь вот с утюжу те места, которые необходимы. У нас есть ВТО брюк, там где я показываю, как все это делать, поэтому оставим вам ссылочку в описании. Начинаем пошив с кармана, вход в карман, проклеим флизелином либо дублерином, чтобы он у нас сильно не растягивался. Приклеиваем с изнаночной стороны, кстати, изнаночную сторону я сразу обозначаю вот так вот мелом на всех деталях, если они практически одинаковые. После чего беру вот мешковину кармана, тоже вот у меня отмечена здесь, видите, изнаночная сторона. Значит, складываем мы лицом к лицу и прокладываю строчку на ширину лапки. Срезы обязательно ровняю. После чего делаю надсечки, вот так вот рассекаю по скругленной части, для того, чтобы не тянуло, ни в коем случае не повреждая нить. Вот у нас идут швы, ой, швы, два среза, вот здесь вот, на них накладываем саму мешковинку и делаю расстрочку, где-то на миллиметр от сгиба. То есть вот я откинаю, вот у меня, видите, шов прокладывается на миллиметр, прокладываю строчку, после чего буду пришивать бачок. Теперь к мешковинке прикладываю бачок, бачок тоже складываем вот так вот лицом к лицу, вот лицевая сторона и вот лицевая сторона. Совмещаю и прокладываю строчку сверху, донизу, либо наоборот, как удобно. Сейчас здесь ниточку расправлю. Вначале, в конце делаю закрепку. Срезы ровняю, потому что они вырезаны у нас одинаковые. Мешковинка и бачок. Обрабатываю срезы оверлаком. Вот у нас вход в карман, его нужно нам теперь хорошенечко проутюжить. Я складываю, вот сейчас у меня изнаночная сторона, так, чтобы был небольшой переход лицевой стороны на изнаночную. Вот растрочка, которую мы делали. И вот так вот сейчас утюжком все проутюживаю. После чего мешковинка накладывается тоже поверх. Тем самым мы с вами выровняли полностью все, то есть чтобы все было красиво и хорошо. Вот что у нас должно получиться. Теперь нужно сделать отделочную строчку по входу в карман. Отделочную строчку я буду прокладывать двумя нитями сразу. То есть в иголку я буду надевать две нити. Поэтому я их заправляю обычным образом. Вот здесь вот, чтобы легче было продевать. Завязываю в узелочек. И протягиваю. Протяну, конечно, только, наверное, до иглы. А в иглу, конечно, тогда. Вот у меня получается две нити. Когда мы делаем отделочную строчку, это смотрится намного лучше и эффектнее. Теперь вдеваю в иглу. Вот у нас в иголочке получаются две нити. Абсолютно одинаковые. Если в одну нитку мы делаем эту строчку, то она видна хуже. Можно сделать, конечно же, и в одну. Смотрите сами. Я делаю ее на ширину лапки от входа в карман. Мешковину кармана в этом случае откладываем в сторону, чтобы мы ее не зашили. Все. Теперь смотрите, отделочная строчка. Она у нас хотя бы видна и просматривается. И здесь я сделала стежок побольше. Он у меня стоит на четверочке. Для того, чтобы было видно. Теперь эту нитку, вторую, которая у меня где-то, я убираю и дальше продолжаю пошив. Но сейчас рекомендую все сметать и на этом этапе сделать примерку. Потому что дальше будут все швы уже у нас прошиваться и потом сложнее будет внести корректировку. Вот так вот я сейчас еще для удобства работы проложу строчку. Закреплю мешковинку с одной стороны и сверху по линии талии. И потом сделаю такую осноровочку. Выровняю там, где у меня какие-то миллиметры повыходили. Они мне не нужны. И вот здесь можно их вот так вот как бы срезать. Но на боковую линию я выхожу четко, так как и нужно. По боковой линии ничего не срезаю. Теперь все сметаем, сделаем примерку и продолжим пошив. Вот я метала, сделала примерку, все хорошо. Теперь наметку я убрала, она мне будет мешать потом ее снимать. Складываю вместе боковые шаговые срезы. Все уравняем и прокладываем строчки. Складываем лицом к лицу. И я сейчас прошиваю шаговые и боковые швы на одной и на второй детали. То есть вот складываем. Отдельно получается одну штанинку, отдельно вторую. После того, как шились, швы заутюживаем по ходу кармана. Смотрите, вот так вот я заутюживала все срезы боковые на заднее полотнище. А шаговые в разные стороны для того, чтобы они нам не давали такое утолщение. Теперь берем одну штанинку, изнаночная сторона, вторую выворачиваем на лицевую сторону и вкладываем одну в другую. Теперь совмещаем. Вот так вот. Вот видите, это у меня как раз в одну сторону и в другую направлено. Совместили, закрепляю вот так вот булавочкой. И буду сейчас прокладывать строчку. Если вы будете сшивать, допустим, на оверлоке, у кого оверлок, кто-то оверлоком, кто-то на машинке будет это делать. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что сейчас вот так вот разложу. Вот здесь, вот в этой области, там, где мы будем садить вставать, немножко нужно вот так вот подтянуть ткань для того, чтобы у нас была возможность натяжения нити, когда мы, допустим, приседаем, наклоняемся и так далее, чтобы потом не было такого конфуза не очень приятного. И все, теперь сшиваем вот так вот. Затем я их выворачиваю и буду обрабатывать оверлоком полностью низ и вот так вот в подгибочку прокладывать строчку. Останется нам вшить только пояс и резиночку. Этот шов можно также закрепить отделочной строчкой поверху, чтобы он был крепенький. То есть точно так же в круговую, по слоночке, по линии банта. Вот так вот я прошлась. Теперь нам остается пришить только пояс. Складываю его лицом к лицу. Срезы обработала. Они хоть будут и внутри, но они не будут стрепаться. И теперь вот так вот нахожу середину поясочка. Так вот пальчиком приминаю, у меня лен, поэтому все видно будет хорошо. И прокладываю строчку. Смотрите, я вот иду, вот у меня середина, мне нужно зайти за середину хотя бы миллиметров на 5. Делаю закрепку. И то же самое на такую же величину, я имею ввиду на такую же ширину, я вот здесь вот закреплю где-то сантиметр от края пройдусь. Теперь пойду разутюжу. Значит, сделаю вот так вот в разутюжку. И у нас получается, что вот здесь, вот в самом поясе, там где будет внутренняя часть, видите, идет отверстие. Мы сюда будем вдевать резинку. Либо одну, либо две. То есть, в зависимости от того, как мы хотим, мы можем вдеть одну резинку. А можем сделать вот так вот, если у нас две маленькие резиночки, либо три потоньше, разделить пополам, то есть сделать еще строчку, вот так вот, например, и вдевать тогда две резинки. Отверстие у нас остается. Само отверстие вот так вот я закрепляю вот эту как бы рамочку на ширину прям вот так вот лапки. Беру и прохожу. То есть смотрю, где у нас оно заканчивается. Поворачиваю. Еще один шов. Следующий шаг, что я делаю, у меня будет здесь, как бы, одна резинка, скорее всего, если две, я потом сделаю. А теперь я совмещаю вот этот вот шов пояса, ну, допустим, с боковым срезом, с срезом по задней половинке, где угодно. Совмещаю, распределяю, а у нас абсолютно идентичная длина верхней части и поясочка. И прокладываю строчку, обрабатываю, вдеваю пояс, сюда резинку в пояс и брюки готовы. Вот так вот выглядит обработка. Значит, я проложила две строчки. Сначала на расстоянии 1 мм от края, потом посередине, потом все срезы повернула на низ и тоже прошила. При этом ставила сюда две резиночки. При желании резинки можно затянуть, можно послабить, можно поменять. Все, вот такие вот брючки получились, с карманчиками, все прекрасно, хорошо. Такая высокая посадка, как сейчас модно. И с удовольствием теперь можем их носить. Но самое, как бы, главное, что это все-таки лен и для лета очень-очень будет комфортно и не жарко. Продолжение следует...